Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Низи Легенды. И сегодня мы будем продолжать играть со стаями от подписчиков. Составы я буду брать из прошлого видео. Причем, друзья, я еще хочу сказать такую новость. Я начинаю новый канал мобильной игры на русском. И следующее видео, где мы будем играть со стаями от подписчиков, я буду публиковать там. Под этим роликом я оставлю ссылку на комментарий. Кроме того, друзья, хотел спросить вашего совета. Будем с вами играть сначала, либо продолжать играть со стаями от подписчиков. Вот пишите, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Итак, друзья, первое написал под прошлым видео составы от подписчиков Чайпашки Низи Легенды. Это Максим Киряков. Состав Кролики, Усаги Нзимба, Бибоб Кролик, Рокстеди Кролик, Кейси Фильм. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Давайте-ка, друзья, попробуем найти эти герои. Итак, друзья, Усаги Нзимба и Кейси Джонс из фильма нашелся без проблем. Из Кролики, вижу Бибоб Кролика и остался только Рокстеди Кролик. И вот он тоже начался. Ну что ж, друзья, вперед в битву. Да, что-то я, друзья, давно не играл в эту игру. Поэтому на турнире попались достаточно слабенькие враги. Но в следующем видео я постараюсь быть уже в финальной главе. И там, чтобы было все достаточно здорово. Итак, первым делом Усаги Нзимба прокачивает дополнительную защиту, отбивая стрел. И у всех наших героев появляется особый баф, положительный эффект. Ну, как видите, у некоторых, кроме дополнительной защиты, появился контр-удар и дополнительная атака. Ну что ж, а сейчас попробуем запинать наиболее опасного противника. Которым я считаю Шреддер, так как у него есть возможность лечить союзников. Итак, Кейси Джонс бьет его бейсбольными битами и без проблем уничтожает. Дальше уже в бой ввязываются кролики. Они трансформируются в огромное колесо и наносят сокрушительный удар, сбивая очередного противника. По-моему, это была Карай. Итак, в бой входит Бибоб Кролик. Он ест попкорн, угощает наших друзей, усиливает нашу команду. И уже в очередь приходит Рог Среди Кролика. Он, разогнавшись, бодает противника своим Рогом и тем самым приносит нам победу. Отлично. Итак, осталось два противника. Давайте-ка я атакую Рафа Ведения, как наиболее опасного противника. И для этого используем особый удар в прыжке Усаги и Зимба. Смотрите, как здорово он рубит катаной. Да, враг уничтожен. У врага остался только Донни из мультика. Ну, что он попробует делать? Что-то ничего не делает. Ну, тогда давайте-ка я попробую его ударить ударом Кейси Джонса. Вот так. Бьет его клюшкой и приносит на победу. Ну, что ж, это была хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Вот прорываемся все выше по турнирной лестнице. Ну, так как, друзья, я давно не играл. Вот. Не очень хорошие результаты сейчас. Но, надеюсь, в следующем видео, если игра вам зайдет, я буду стараться делать составы получше. Итак, следующим написал подписчик с ником Никита. Состав для видео. Усаги, Крэнк, Микки Классический, Супер Шреддер и Лео из мультика. Без проблем, дружище. Вот он, Усаги и Дзимба. Крэнк, насколько помню, у меня где-то в самом конце. Вот, попытаюсь сделать так, как пишет подписчик, по очереди, как он написал. Итак, Микки Классический. Где-то в этом районе, если я не ошибаюсь, должен быть. Да, вот он есть. Так, Супер Шреддер и Лео из мультика. Вот он, Супер Шреддер. Отлично. А Лео из мультика где-то у нас практически в самом начале. Итак, Лео, дружище, ты нам нужен. Вот он. Супер. Ну что ж, вперед, кстати, я вижу, у врагов тоже есть герой Лео из мультика. Что ж, интересная сюжетная линия. Сейчас мы попробуем усилить нашу команду. Благодаря особой технике Микеланджело Классического. Смотрите, он танцует забавным. Танец им сам усиливает нашу команду. Здорово. Вот, кроме того, я думаю, друзья, стоит ли прокачивать защиту. Да, пусть Усаги и Дзимба тоже защитит нас отряд. Не стоит недооценивать врагов. Вот, если попадет в одного героя 2-3 удара, он может лечь. Даже несмотря на высокий уровень. Кроме того, смотрите, удалось активировать особую технику Супер Шреддера. И благодаря ей у нас опять же появляется исцеление на 3 хода. Плюс дополнительная защита. Целая куча положительных эффектов. И врагам сейчас будет не сдобровать. Кроме того, Крен усиливает нашу команду. Смотрите, он вытаскивает себя же из своего комбинезона. Дает команду. И у нас появляются новые бафы. Критический удар и дополнительная атака. Супер. Ну вот, теперь уже врагам не сдобровать. И первым давайте-ка я попробую выбить наиболее опасного. По-моему, это Рокстеги. Вот мультяшный. Итак, Лео рубит катаной с разворота. И выбивает противника. Отлично. Дальше в бой ввязывается Микки Классический. Соскейт бьет Криса Брэдфорда. Уничтожая и этого врага. И смотрите, что творит Мандагека. Он метает граффити бомбу. Но контратака у Саги Симпа решает свое дело. Да, вот пытался что-то сделать Бибов. Опять же, контратака Микки Классического добивает противника. И да, у врагов остался только Леонардо. Вот, и для него мы используемся особую спецатаку Саги Дзимба. Выхватывает две катаны. Он рубит вот врага круговыми движениями. И это приносит нам победу. Ну что ж, здорово. Хорошая победа, хороший бой. Благодарю подписчика за этот состав. Ну а мы идем с вами дальше. Итак, движемся все выше по турнирной лестнице. И следующая подписчица это Волчица Бьянка. Мой состав Супершреддер, Сплинтер, Бибофильм, Рокстадифильм, Тигрины, Коготь. Очень классный состав. Вот сейчас мы его и возьмем. Итак, давайте-ка я попробую сделать так, как попросила подписчица. Начнем-ка мы с Супершреддера. Вот он, отлично. Вот дальше мне нужен Сплинтер. Вот, замечательно. Вот, Бибофильм. Бибофильм, насколько я помню, где-то находится в конце. Если не обшибаюсь. Нет, вот он. Где-то приблизительно посередине. Рокстадифильм и Тигрины Коготь. Вот, давайте-ка я... Вот, нашелся Рокстадифильм. А Тигрины Коготь, Тигрины Коготь. Вот, вот он. Ну что ж, супер. Итак, благодарю Волчицу Бьянку за этот состав. Сейчас мы его потестим. Итак, что с врагами? Враги достаточно неплохие. И давайте-ка, друзья, я попробую сейчас вот атаковать Карай. Пытаемся ее заморожить благодаря морозному бластеру Тигириного Когтя. Удается без проблем. Кроме того, сейчас используем особую атаку Шреддера. Вот, Супершреддера. Он метает Костиной Кунай. Выбивает Микки Классического. Тем временем, вот, учитель спинтер медитирует на шесте, усиливая нашу команду. А что же, враги? Враги не действуют. Ну, тогда, вот, применяем особый удар Бибопа. Удар локтем. И очередной враг раздавлен. По-моему, это был Рафисфильм. Да, это был он. Отлично. Вот, тем временем, Рокстадифильм метает свою дубину. Выбивая Криса Брэдфорда. У врагов остается только Донни Оригинальный. Что ж, его мы тоже попробуем пристрелить при помощи бластера Тигриного Когтя. Супер. Итак, враг повержен. Ну, а мы празднуем идеальную победу. Просто-просто супер. Отлично. Итак, движемся все выше по турнирной лестнице. И попадаем на 64-е место Элиты на 3 звездочки. Итак, друзья, следующим написал подписчик с ником Макрон Игры. Так, Макрон Игры Икс даже вот так называется. Звучит ник. Итак, Раф, Микки, Донни, Космос. Левовидение, Шреддер, Мультик. Ну, что ж, давайте-ка, друзья, попробуем и этот состав. Вот, смотрю, какую команду взять. Вот, что-то интересненькое. Давайте-ка попробую подобрать. Ладно, в принципе, ничего такого экстраординарного у меня не попадается. Вот, ну-ка, еще раз. Ладно, не будем больше вот тратить время. Давайте-ка, друзья, я возьму. Нет, что-то хотелось особого. Что-то хотелось особо. Особо ничего не попадает. Ну, ладно, друзья, пусть будет вот эта первая команда. Вот, врагов. Итак, мне надо Раф и Микеланджело. Вот, Раф нашелся без проблем. Вот, Микки, мне кажется, друзья, вот, да, вот, нашелся тоже. Итак, ищем Донателло из космоса. Здорово, герой найден. Лео Ведение и Шреддер Мультик. Лео Ведение. Вот он, Шреддер Мультиашный. Шреддер Мультиашный, что-то я не помню, где он. По-моему, друзья, где-то в конце. Вот, давно не заказывали. Да, Шреддер из мультика, вот он. Ну, что ж, достаточно достойная команда. И сейчас посмотрим, что же из себя представляют враги. А враги из себя представляют Лео из мультика, Крис Брэдфорд, Стиранка, Донни из фильма и Рок Стэди Кролик. Итак, первым делом Микеланджело из мультика танцует забавный танец, тем самым прокачивая уклонение, благодаря которому вражеские удары будут проходить мимо. Вот, кроме того, вот, Лео Ведение поднимает флаг и налаживает очередной, вот, положительный эффект на наш отряд БАП. Смотрите, появилась броня, появилась скорость, появилось уклонение, появился критический удар. Супер! Ну вот, а теперь можно и атаковать. Я думаю, друзья, кого атаковать? Ну, давайте-ка я сейчас попробую атаковать вражеского Лео из мультика. Вот, нельзя позволять ему использовать свои спецатаки. Вот, очень больно кусается. И да, нашему Шреддеру удалось его уничтожить без проблем. Кроме того, усиливает нашу команду Дони из космоса. Вот так, смотрите. Вот, ага, друзья, прошу прощения, это не усиление, это выстрел из груди лазерным лучом. Что-то я попутал клавишу. Ну, как бы не критично. Вот, еще давайте-ка усилим, вот, вот, благодаря ярости Рафа нашу атаку. И я думаю, давайте-ка еще подкрепимся перед предыдущей битвой. Давай, следующий. Вот так, съедая пиццу, Микеланджело из мультик усиливает нашу команду, а Лео использует особую атаку. Бросает тыкву со взрывчаткой, подрывает ее стрелой и тем самым сметает всех врагов. Да, это была классная, идеальная победа. Вот, ну что ж, благодарю подписчика за этот состав. Ну, а мы идем с вами дальше. Итак, прорываемся на очередное место. Вот, и я беру следующую команду от наших подписчиков. Итак, ничего менять не буду. Итак, Мастер Лепки попросил состав. Следующий Супер Шредер, Рок Стэди, Классика и Бибоб Классика. Всего лишь три гиброя. Ну, ничего страшного, друзья. Да, а, мобильные игры, ты очень хороший и добрый. Спасибо тебе за контент. Спасибо, дружище. Вот, сейчас я попробую сделать вот команду от Мастера Лепки. Вот, мне нужен Шредер. Вот, не уточнял. А, Супер Шредер. Мне показалось, что просто Шредер. Нет, Супер Шредер. Итак, ищем Супер Шредера. Вот он, отлично. Вот, Рок Стэди Классик и Бибоб Классика. Ищем и этих персонажей. Рок Стэди и Бибоб Классический. Так, вот, Рок Стэди Мультяшный вижу. А, вот они. Рок Стэди Классический Бибоб. Итак, всего лишь три героя. Но, так как они прокачаны очень круто, очень здорово. Вот, я не думаю, что у противника будет какой-то шанс. Вот, на максимальных уровнях это было бы, конечно, сложно. А здесь у нас проблем не будет. Итак, усиливаем нашу команду благодаря особым способностям Супер Шредера. Итак, видите, появились исцеления, появилась дополнительная защита. Подключаем гранатомет Бибоб Классического. Как видите, без проблем сметает Донни из фильма. И сейчас я, кроме того, подключу и Рок Стэди Классического. Вот, бодает, вот, это у нас. Вот, очередного врага выбивает противника. Сейчас попробуем атаковать, вот, Кейси Джонса. Нет, это у нас кто? Да, Кейси Джонса. Итак, Супер Шредер метает свои кунаи, выбивает очередного врага. А Бибоб Классический тем временем поедает попкорн, но уже с другим эффектом. Не так, как Бибоб Кролик, он не исцеляет, он, вот, проделывает иммунитет. Вот, пытался враг как-то контратаковать, но в бой ввязывается уже Рок Стэди. Вот, Классический стреляет из своего ружья, выбивает Донни, вот, Ролевого. И Супер Шредер использует Супер Атаку. Вонзая косинные кунаи в землю, шипами из подземли, он просто сметает последнего из врагов. Ну что ж, это идеальная победа, хороший результат, просто-просто супер. Замечательно. Итак, идем с вами дальше и берем следующий состав от наших подписчиков. Так, давайте-ка я посмотрю, кто следующий написал. Вот, Шредер из мультика Фениса Давлетшина. Да, прошу прощения. Ага, Рафис Космоса из мультика. Да, друзья, вот подписчица добавила. Фениса Давлетшина. Прошу прощения. Вот, сложные фамилии. Итак, Фениса Давлетшина. Вот так правильно считается. Так, давайте-ка я сейчас попробую вот выполнить просьбу этой подписчицы. Итак, нет, кстати, мне вот предыдущая команда понравилась. А уже ее нету, жаль. Жаль, жаль, ну ничего страшного. Итак, Кожеголов главный. Ну что ж, давайте-ка попробуем поставить Кожеголова главным. Итак, Кожеголов, Кожеголов, Кожеголов. Да, в следующем видео я буду играть на максимальных, вот, с максимально сильными врагами. Надеюсь, тогда будет немножко покруче. Сейчас враги достаточно легкие, но я думаю, не критично. Итак, Шреддер из мультика. Сейчас мы найдем классический вижу, а вот Шреддер из мультика. Отлично. Раф из Космоса и из мультика. Ну, попробуем. Раф космический и в Раф мультяшный. Где-то, вот, Раф космос, а мультяшный у нас где-то в самом начале. Да, вот, четыре героя написала подписчица. Ну что ж, я думаю, не критично. Сейчас мы этим составом попробуем победить и уничтожить всех врагов. Итак, что же из себя представляют враги? Крис Брэдфорд, Бакстер Муха, вот, Мандагека, Карай и Макмен. Итак, 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 я смотрю, кого бы убивать. Ну, давайте-ка лекаря выбью в первую очередь вражеского героя Бакстера Муху. И Шреддер наносит мощный удар вот шипами из-под верху. Отлично. Вот, Раф космически призывает дешёв... 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 Вот, черепашоныша Чомпи. Дешёв... Дешёв... Космической черепахи. И смотрите, как здорово поджаривает Криса Брэдфорда. Супер. Кожеголов тем временем пытается запугать врагов своим криком. И что? И как-то не очень. Хотя он привлёк к себе внимание, и теперь враги будут атаковать его. Кроме того, я подключаю ярость Рафа. И так у нас появляется дополнительная атака. Супер. Вот, враг пытается контрактаковать. Ядовитый порошок Арай отравляет вот Кожеголова. Вот, Монтегеком метает взрывчатку граффити. Вот, Раф контратакует, добивает противника. А Шреддер из мультика, тем временем, используя особую технику, подлечивает и усиливает нашу команду. Здорово. Итак, ещё одна спецатака. На этот раз Раф космический использует удар Крогнарда, любимого героя сериала, и выбивает Кораль. Супер. Вот, появляется только Макмен, ну и с ним справится Нинзи Шреддера. Он направляет их на Макмена, и они сметают противника. Ну вот, супер. Итак, идеальная победа, идеальный бой, и мы продолжаем битву. Вот, опять же, движемся по турне на лестнице элитного режима. Вот, и сейчас, скорее всего, прорвёмся в новый режим. Итак, следующий состав от подписчиков Алия Храмова. Вот, Алия попросила состав. Вот, пульверизатор Лео Крис Брэдфорд по вкус пиццелиции. Кстати, хороший состав. Хороший состав. Вот, пульверизатора, правда, не часто заказывают, так как он слабенький герой. Ну, а он смешной зато. Вот он, пульверизатор. Отлично. Лео Крис Брэдфорд. Ищем. Лео, Лео. Лео сегодня у нас участвовал, как бы, но это неключительно. Сейчас его восстановлю. Вот, где-то здесь должен быть Крис Брэдфорд. Да, вот, нашёлся. Отлично. И ещё мне нужен паукус и пиццелиции. А вот эти герои уже, мне кажется, где-то в конце. Паукус. Вот, отлично. А где у нас пиццелиции? Что-то я не вижу. Да, нашёлся. Ну, что ж, вот такая вот необычная команда от Алии Храмовой. Так, что у нас? Что у нас с врагами? Вражеский герой Мандагека, Макмен, Крис Брэдфорд, Бакстер Стокман и ещё Донни Ролевой. Итак, первым делом давайте-ка я попробую справиться. Справиться вот с Бакстером Стокманом. Хотя нет, Криса Брэдфорда я выбью в первую очередь, так как он может налаживать на врагов негативный эффект, а вот на своих союзников положительный. Поэтому Макмен бьёт когтями и уничтожает этого врага. Здорово. Вот, пульверизатор тем временем дразнит врагов вот такими забавными движениями, привлекая внимание к себе. А Лео пытается нанести удар катаной с разворота. Да, он выбивает Мандагека и уже в бой ввязывается Крис Брэдфорд. Смотрите, друзья, он может прокачать дополнительную защиту, выпивая газировку. Кроме того, он может прокачать дополнительную атаку. И да, в бой ввязывается Пицелицей, он метает зомби-пиццу и выбивает до неролевого. Тем временем, я сейчас попробую при помощи Паукуса справиться ещё с Макменом. Он заплёвывает его каким-то ядовитым сгустком. И сейчас уже в бой должен вмешаться пульверизатор. А, он радуется уже предыдущей победе, маршет флажками. Это не кинетично. Ещё продолжаем усиливать нашу команду благодаря Лео и его медитации. И сейчас я ещё усилию атакующие способности нашего отряда. Для этого Крис Брэдфорд пробивает доску, разбивает, тем самым прокачивает дополнительную атаку. И точку ставит, скорее всего, Паукус, запутывая паутиной вражеского героя Бакстера Стопмана. Да, это победа. Просто-просто супер. Итак, друзья, очень быстро летит время. Удалось прорваться нам в новый режим. Но давайте-ка мы сделаем так. Сегодня уже на этом будем заканчивать видео. Так как прошло больше 20 минут. Не хочу вас утомлять. Хотя, опять же, пишите в отзывах, комментариях. Если вам нравятся ролики подольше, я буду это делать. Ну, а пока на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Конечно же, не забудьте подписаться под новый канал. Ссылку на новый канал мобильной игры на русском я оставлю под этим видео. Да, я там буду публиковать только видео на русском. Вот просили подписчики никаких танцующих котиков. Нет, там будут загубо только видео на русском. Ну, надеюсь, что канал вам понравится, зайдет. Я, опять же, буду ждать от вас отзывов и комментариев относительно того, вот, играть в игру с ноля или играть со стами от подписчиков. И, кстати, да, можете рекомендовать новые мобильные игры. Я буду тоже их проходить. Ну, а пока, всем пока, друзья. До новых встреч. Жду от вас отзывов и комментариев. Всем пока.